Добрый вечер, уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара. Всех рад приветствовать. Сегодня у нас новый вебинар вместе с доктором Александром Элдером, который называется «Трейдинг у правого края экрана». И я перед началом расскажу несколько слов, и дальше мы, соответственно, перейдем уже к ключевым темам, потому что тема… Ну, действительно, рынок очень интересен, очень много всего происходит, и, как всегда, будет очень интересно узнать мнение Александра на этот счет. Перед началом, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками, и не стоит переходить к торговле, пока вы с этими рисками не ознакомились. Александр очень много рассказывает как раз об этой части трейдинга, поэтому я думаю, что здесь нужно с вашей стороны максимально уделять как раз этому вопросу внимание и слушать во все уши, что называется, если у вас больше, чем два их. Несколько слов скажу о компании «Адмирал Маркетс». Напишите, пожалуйста, в чат, если вы уже знакомы с нашей компанией, поставьте цифру 2. Если пришли первый раз, и вот первый раз узнаете про нашу компанию, напишите цифру 1. Ну, вот я вижу, что у нас большое количество уже наших постоянных слушателей, и также есть новые участники. Компания «Адмирал Маркетс» является брокерской компанией, мы работаем уже более 19 лет, оказываем услуги в разных юрисдикциях, в разных странах, от Австралии до Латинской Америки. Компания обладает различными лицензиями, как британской, так и европейскими, также и австралийской. Мы предоставляем торговлю на, ну, пожалуй, наиболее популярной платформе «Метатрейдер 4» и «Метатрейдер 5». Эта платформа дает возможность как торговать инструментами с кредитным плечом, так и использовать счет для инвестиций, то есть именно покупать акции, сформировать свой портфель и их держать. Вообще представлено порядка 8 тысяч различных инструментов и акций, и индексов, и товарно-сырьевых активов, то есть есть, собственно, из чего выбрать. Также при работе с «Адмирал Маркетс» у вас есть всегда поддержка вашего персонального менеджера, который вам будет помогать на всех этапах. Мы в «Адмирал Маркетс» уделяем большое внимание обучению, и мы очень рады, что у нас есть эта возможность проводить вебинары вместе с Александром. Я надеюсь, что, ну, я уверен, что и для всех это кладезь просто полезной информации. Также со своей стороны рекомендую обратить внимание на серии вебинаров, да, которые у нас проходят. Если вы зарегистрировались на этот вебинар, на следующий, который будет через месяц, единственное, что у нас вебинары теперь будут проходить по средам с Александром, да, раньше был это четверг, сейчас мы немножко сместили, это будет среда, вам напоминание придет автоматически и дополнительно регистрироваться не требуется. Также у нас есть YouTube-канал, на котором вы сможете найти эту запись и, соответственно, оставить ваши вопросы именно к Александру под записью этого видео. Все вопросы я передаю Александру накануне, чтобы Александр смог ознакомиться и, соответственно, в ходе сессии вопрос-ответ на них ответить. Также мы запустили серию подкастов, где обсуждаем рынок, где в удобном формате вы можете слушать информацию. И также есть Telegram-канал, где есть все анонсы по всем материалам, всем вебинарам, которые у нас проходят. Сейчас я сразу же приложу ссылочку в чат, чтобы она у вас была, и вы смогли по всем ссылочкам пройти и сразу же с ними ознакомиться. Ну, не будем тянуть, что называется, я со своей стороны хочу передать слово Александру. Как всегда, несколько слов скажу со своей стороны. Ну, лично для меня, то есть, как и для многих, я вот уже почитал комментарии, которые были в чате до момента, пока Александр не появился в чате. Были теплые отзывы о работе Александра, прочитанных книгах, об успехах, которые были. Вот я и думаю, что Александр — это пример того, как должен, собственно, пример трейдера, то есть по стилю жизни, по мышлению. И вот как раз то интервью с Александром, которое мне повезло, и мы смогли записать год назад, там есть у нас тоже на YouTube-канале, там мы многие эти вопросы разобрали. И я всегда жду стрепетом этот вебинар, потому что действительно кладезь знаний от трейдера с большой буквы «Т», скажем так. Поэтому, Александр, я со своей стороны закончил вступительное слово и готов передать микрофон вам. Спасибо большое, Роман, за такое доброе вступление. Я нашел чат, смотрю в него и вижу добрые комментарии. Аркадий спрашивает, надеюсь, Александр Элдер переехал в свой новый дом, где сильный интернет, или еще нет? Как я сказал в прошлом, мы с женой переезжаем не очень далеко отсюда, из Вермонта, в Нью-Ханшвадь, в соседний штат, полтора часа издель всего. И сегодня, кстати, этот дом приходит агент фотографировать. Так что, если кто интересуется, пожалуйста, дом на продажу. К дому прилагается «Мерседес-кабриолет» двухместный, кто заплатит по полной цене. Так что, бегом-бегом-бегом, шутка. Вы очень правильно сказали, Роман, о рисках на рынке. Кстати, пара вопросов, которые пришли от наших участников, очень прямо касаются вопроса рисков. Но я думаю, что мы начнем, наверное, с... Пойдем по обычной тропе, посмотрим на сегодняшние рынки, ответы на вопросы, и, может быть, еще какие-то вопросы возникнут во время нашего вебинара. Опять-таки, спасибо за приглашение, очень приятно всегда с вами работать. Слушай. Да, я хотел просто сказать немножко, да, вот хотелось бы поговорить как раз вот именно, начать с индекса с S&P 500, как раз вот как мы стандартно делаем, посмотреть на NASDAQ, с другой стороны, потому что, да, NASDAQ показывает новый максимум, ну, показывал недавно, и хотелось бы сказать, да, что для всех участников в конце вебинара мы разыграем книгу, и также расскажу о том, как можно будет получить книгу Александра, то есть мы будем ее разыгрывать на всех вебинарах. Вот поэтому сейчас я открыл индекс S&P 500, и, в принципе, ну, наверное, еще очень интересно для всех, это, то есть вы находитесь в США, и, наверное, информацию с первых уст, то есть как сейчас происходит ситуация вот именно с коронавирусом, потому что сейчас все ждут, да, второй волны, и вот уже вроде какие-то признаки этого появились, вот тоже ваше мнение на этот счет было бы интересно услышать. Начнем, может быть, с общеполитических тогда моментов, или начнем с рынков, как вы хотите. Давайте с общеполитических моментов. Вы знаете, кто читает по-английски, есть совершенно блестящая книга, а я могу потом напечатать ссылку, послать вам доктор Майкл Острхольм, он эпидемиолог, называет себя медицинским детективом, и он принимал участие в исследовании всех эпидемий, эпидемий, СПИД, Эбола, ЗИКа, свиной вирус, все. Он написал книгу в 2017 году, она вышла в одном крупном издании, где он говорит, нам предстоит пандемия, она начнется из Китая, мы будем ее называть шанхайским вирусом, ошибся немножко, а они будут его называть западным вирусом, распространен будет самолетами, больницы будут переполнены, защиты для медпрофессионала будет не хватать, рядом с больницами будут стоять грузовики, холодильники, потому что тела некуда девать, потом все стихнет, будут беспорядки на улицах, после этого будет вторая волна, а потом, значит, будет расследование всех этих дел. Все было, так сказать, по сей день. Вторая волна, похоже, начинается, но я недавно перечитал книгу доктора Острхольма, и он ожидал гораздо худшего, он ожидал более миллиона смертей в Америке на первой волне, на самом деле чуть-чуть больше ста тысяч, и поэтому я думаю, что вторая волна, которая, похоже, начинается сейчас, будет гораздо спокойнее. На подходе всевозможные вакцины, и, кстати, вчера в Нью-Йорк Таймс была статья о работе советских ученых, еще в советские времена, которые, когда они стали давать детям вакцину от полиэмилита, то на протяжении какого-то времени, короткого довольно, несколько месяцев, эти дети не болели никакими вирусными заболеваниями. Оказывается, иммунитет против вирусов передается против всех вирусов. Поэтому очень интересные методы возникают. То есть, возможно, можно предохраниться, принимать эти таблетки от полиэмилита, вакцину от полиэмилита. Вторая волна, я думаю, будет гораздо мягче, чем первая. Судя по тому, что я вижу и читаю. Я вообще живу в Вермонте, это, так сказать, глухомань. Население штата 600 тысяч человек. И на прошлой неделе три человека заболели, в предыдущую неделю два человека. То есть, естественно, все очень спокойно в этих краях. И, кстати, беспорядки, которые происходят на улицах в следующий раз, ну, тоже начинают затихать немножко. У них много причин, но одна из них то, что люди просто засиделись по домам и вырвались на улицу. И это, конечно, подпитывает огнем, так сказать, все эти дела. Так что, я думаю, что, кроме того, появились случаи в заболевании много. Но смертей все меньше и меньше и меньше, потому что врачи научились бороться с этим делом. Оказалось вначале, что большинство людей, которые умирают, умирают не от вируса как такового, а от гиперреакции иммунной системы человека. То есть, вначале считалось, что иммунная система помогает бороться с вирусом. Оказывается, она борется с ним настолько сильно, что она сжигает организм. Поэтому сейчас человек попадает в больницу, тяжелобольной, и он дает иммуносепрессанты, чтобы подавить иммунный ответ. И люди выживают гораздо лучше. Кроме того, была паника, опять-таки, не хватает вентиляторов, этих самых аппаратов искусственного дыхания. Здесь их называют вентиляторами. Не хватает этих аппаратов. Где-где-где аппараты. Оказалось, что смертность среди людей, посаженных на аппарат, около 75%. Поэтому сажать на аппарат – это уже самое последнее, так сказать, сцепление за соломинку. Гораздо лучше научились лечить. Так что, я думаю, вторая стадия будет гораздо мягче. Очень важный, так сказать, вопросительный знак «Переизберут ли нынешнего президента?» Потому что, по статистике, если переизбирают республиканца, то рынок отвечает на это дело очень положительно. Рынок до выборов идет очень положительно. Если республиканец теряет демократу, то на подходе к выборам рынок сильно обваливается. На данный момент, по статистике, Байден – это демократический кандидат – впереди Трампа. Пресса ликует, потому что пресса круто ненавидит Трампа. Но, я думаю, что, сказать, рано пташечка запела, потому что у Байдена, похоже, начинаются старческие явления какие-то уже. Он заговаривается. Он всегда заговаривался, всю жизнь. Он сейчас заговаривается гораздо хуже. Говорит какую-то чушь иногда. А Трамп – очень боевой мужик. В прошлый раз он выиграл на выборах действительно борьбой до конца и всех удивил. Посмотрим. Я слежу внимательно. Есть рынок в университете Айва. У них есть лицензия на политический рынок. Можно купить синюю линию или красную линию демократов или республиканцев. И какая линия выше на подходе к выборам, у них еще не было ни разу ошибки. То есть эта линия выигрывает. На данный момент синяя линия наверху. Но разрыв не очень высок. И посмотрим. Посмотрим. Осталось где-то 100 рабочих дней до выборов. 4 месяца с чем-то. Вот такая ситуация в стране. А то, что вы видите эти бунты, демонстрации, сокрушение статуй. Позавчера черные свалили статую, отрезали голову и бросили в реку. А статуя была поставлена норвежскому полковнику, который приехал в Америку воевать против рабовладельцев за освобождение негра. Ну, это вот умственный уровень такой. Но что я давно понял про Америку. Америка сходит с ума периодически. Но Америка никогда не остается сумасшедшей. Она всегда возвращается в Меридиан обратно. Так что то, что происходит сейчас, это неприятное резкое отклонение. Но принесет. Принесет, вернемся опять. Что-то изменится, но по большому счету вернемся в Меридиан. Вот такие, так сказать, личные взгляды у не специалиста, но тем не менее человека, очень внимательно следящего за обстановкой. Посмотрим на рынок теперь. У нас на экране два графика. И это то, что я всегда люблю смотреть. Слева график недельный, а справа дневной. И система тройного экрана, которую я писал во всех своих книжках, это стратегическое решение на недельном графике, а тактическое решение на дневном. На недельном графике мы видим латинскую букву «В». Вниз и вверх. И теперь, конечно, то, что в Америке называется вопрос на 64 тысячи долларов. Это сейчас у нас остановка. Идем, продолжаем идти вверх. Это остановка в пустыне. Или рынок разворачивается и идет ниже. К сожалению, мы не можем посмотреть на несколько факторов, за которыми я очень внимательно слежу. Один из них – это соотношение новых высот и новых низов. Акции, которые достигают нового максимума против акций, которые достигают нового минимума за определенный период времени. И этот индекс все еще находится в положительном состоянии. Одну секунду. Я сейчас на своем компьютере просто хочу глянуть на сегодняшние цифры. Я вам расскажу, что я вижу там. У меня есть два основных сигнала от этого индикатора новых высот, новых низов. На недельном графике, если недельный индекс новых высот, новых низов достигает минус 4 тысячи и потом поднимается выше этого уровня, то это крупнейший сигнал на покупку, который держится обычно несколько лет. Именно такой сигнал поступил в конце марта. Опять-таки, здесь этого индикатора нет, но возьмите это у меня на слово. Другой индикатор. Вот этот сигнал на недельных графиках, он возникает несколько раз в десятилетия. То есть он был сейчас. Он был до этого под самый новый год 2018 года. То есть где-то 2,5 года назад. До этого он был в 2013 году. Это очень редкий сигнал. Значит, сейчас этот сигнал опять активен. Но это не значит, что рынок будет идти вверх по прямой. Просто что этот сигнал предполагает бычий рынок. Глядя на дневной график, есть другой сигнал от того же индикатора новых высот, новых низов. И когда этот сигнал в коротком диапазоне опускается ниже минус 500, а потом поднимается выше, то это сигнал на то, что на рынке будет всплеск. Всплеск. От 50 до 100 пунктов S&P, иногда гораздо больше. Так вот, последний, я могу показать, эти сигналы были в конце марта. Вот как раз на правом графике, Роман, на правом графике, как раз где-то длинный штрих пересекает красную и синюю линии. Правее, 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 еще правее, еще правее. Примерно вот здесь. Этот сигнал был здесь. В следующий раз этот сигнал был в мае, когда цены опустились ниже скользящих средних. И на следующий день был сигнал. И этот сигнал, и предпосылка к этому сигналу возникла вчера, когда индекс новых высот, новых низов опустился ниже минус 500. Я теперь жду, когда он пересечет обратно вверх. Я только что посмотрел на цифры. В данный момент 750 новых низов и 150 новых верхов. Значит, это минус 600 получается. То есть, пересечения еще нет сегодня. Но похоже, что дело подходит к тому, что мы получим, скорее всего, в ближайшие дни новый сигнал, краткосрочный сигнал на покупку, который должен быть хорош на 50-100 пунктов S&P. То есть, где-то в район, сейчас S&P где-то у нас в районе 30-50, да, где-то в диапазон 31-50. То есть, по направлению к предыдущему верху. Это положительное. С негативной стороны, я посматриваю на цифры. Есть очень умный мужик в Миннесоте, его зовут Джейсон Гобфорд. Он публикует уже много лет бюллетень о психологии рынка. И, в частности, у него есть индикатор. Он несколько раз мне объяснял, как он его строит. Я каждый раз кивал головой. Да-да-да, теперь я понимаю. Потом забывал. Но, тем не менее, индикатор. Слились за ним и продолжаю. Это индикатор умных денег против глупых денег. Значит, по 100-бальной системе. Насколько по бычьи настроены глупые деньги, и насколько по бычьи настроены умные деньги. Естественно, в марте около дна умные деньги где-то были около 60-70%. Глупые деньги около 20%. А вчерашние цифры глупые деньги около 70% были вообще больше 80%. Около 70% умные деньги меньше 50%. То есть глупые деньги с большим энтузиазмом смотрят на это дело. Кроме всего, я вчера чуть-чуть позабавился. Я зашел на сайт одного из крупных американских брокеров и увидел там рекламу. Это действительно реклама, которая тебе говорит. Мы близко к верху. Мы близко к верху. Реклама, значит, для самых-самых начинающих. Что большие акции Google, Amazon, Apple, дорогие большие акции, они дробят на кусочки и продают эти кусочки за 5 долларов. Значит, Google стоит там больше 1000 долларов за акцию, но у вас есть 5 долларов или 10 или 15? Вы можете купить маленькие крошечки этого Google. Я только смотрел на это дело и смеялся. Кто торгует по 5 миллионов за раз, уже давно купили. Кто торгует по 5 тысяч за раз, уже купили. А теперь, значит, как говорится в Америке, шары по кустам, найти тех, кто будет торговать по 5 долларов по сделке. Рынок четко приближается к верху, но я думаю, что он еще не у верха. И вот эти вот индикаторы, индекс новых высот, новых низов предлагают думать, что нам предстоит еще одно ралли, еще один взлет. А уже после этого дела могут стать гораздо менее приятными. То есть в очень коротком диапазоне, неделю, две, я настроен на повышение. После этого очень побаиваюсь. Роман, хотите посмотреть какие-то конкретные акции или посмотреть другие рынки? Я думаю, что здесь мы можем обсудить как раз вот в этом разрезе ваше мнение по поводу индекса NASDAQ. Да, вот сейчас я его добавлю. Тут, ну, собственно, сложилась интересная картина. То есть Dow Jones у нас отстает еще от максимумов, да, NASDAQ впереди. И вот насколько это может продолжаться. Да, да. Вы знаете, у меня был такой очень уважаемый друг, он Джеральда Пиал, мужик, который изобрел индикаторами ACD, которым сейчас все пользуются. Он умер в феврале, но, так сказать, работа его живет. И я написал небольшой некролог, что его лучший памятник – это MACD, который стоит на десятках тысяч компьютеров по всему миру. Так вот, Апелл был невероятно изобретательный мужик. У него было больше идей за неделю, чем у большинства людей за жизнь. И, в частности, одна из его работ была, что когда NASDAQ лучше себя ведет, чем Dow, то это бычьи индикаторы для всего рынка, включая Dow. Если NASDAQ отстает от Dow, то это медвежий индикатор для всего рынка. Естественно, на данном этапе NASDAQ идет очень сильно вверх. Причем, если вы посмотрите на левую сторону графика, на недельный график, вы увидите, что во вторник, кажется, если не ошибаюсь, или в понедельник. В понедельник или во вторник NASDAQ достиг самой высокой точки за всю жизнь свою. И если мы посмотрим чуть-чуть ниже, посмотрим на MACD, индикатор Джералда Апелла, мы увидим, что MACD достигла нового пика за несколько лет. То есть колоссально сильный подъем. Если мы посмотрим еще немножко ниже на индекс силы, то там тоже пик самый высокий за много лет. О чем это говорит? Что нет никакой дивергенции. Что, да, NASDAQ немножко, как говорят американцы, обогнал сам себя. То есть NASDAQ стоит выше верхнего конверта. Это опасная зона. Но он может оставаться выше верхнего конверта долгое время. Даже если вы посмотрите на этот недельный график, вы увидите, были длинные периоды. Вот так вот, выше верхнего конверта. Кипит. И до этого тоже такое случалось, вот так вот здесь, несколько, пару месяцев выше верхнего края. То есть NASDAQ четко переоценен. NASDAQ четко заслуживает отдых, но не заслуживает покоя. Поэтому это, несомненно, бычий сигнал. Если мы смотрим на дневной график NASDAQ, то мы видим, что по MACD и по индексу силы максимальный пик силы был где-то в конце марта, в начале апреля. И с тех пор индикатор совершенно плоский. Но это как бы математическая функция. Когда индикатор идет практически по линейке, как это делает NASDAQ, когда индикатор идет практически по линейке, то MACD просто деградирует к нулю. MACD работает, отслеживая разницу ралли и разницу спадов. А здесь разницы никакой нет. Все идет по линейке. И поэтому на данном этапе сигнал, я не вижу никакого сигнала от MACD или от индекса силы. Сигнал я вижу только на самом графике с двумя скользящими средними. И как вы видите, NASDAQ кипит, но периодически он остывает немножко. И когда он остывает, он опускается в зону ценности. Зона ценности – это зоны между двумя скользящими средними. И, кстати, он побывал в этой зоне сегодня. А на данный момент он уже поднялся из этой зоны. То есть осторожный трейдер покупает в зоне ценности, продает выше ценности. Если вы кратковременный трейдер, если вы долгосрочный трейдер – это другая игра. Вам нужно держать гораздо меньшую позицию, рисковать. Риска гораздо больше, поэтому позицию нужно уменьшить. И нужно железное терпение. Но для кратковсрочного трейдера купить в зоне ценности, продать повыше зоны ценности. Эта возможность наступает в NASDAQ каждые пару недель. Последняя была сегодня утром. Очень сильный рынок. И что движет этим рынком? Во-первых, главные акции в NASDAQ – это акции компаний высоких технологий. Google, Microsoft, Apple, масса других. одним из эффектов вот этой вот пандемии, которой мы все подверглись, стало то, что люди работают дома. И от того, что они работают дома, они закупают инвентарь, которого многие дома даже раньше и не держали. И закупают услуги, которыми они дома не пользовались. И вдруг люди понимают, что это все можно из дома делать. Такая вот небольшая сноска. Я живу в поселке, население 2000 человек. Мы договорились с самым лучшим агентом Южного Вермонта, значит, он у нас будет представлять, продавать наш дом. Но все агенты говорят, что здесь происходит бум на недвижимость. Почему? Потому что 2 часа до Бостона, 4 часа до Нью-Йорка, и все, у кого есть несколько долларов, переезжают в деревню, чтобы тишина, покой, расовых беспорядков нет как таковых, потому что все одной расы, и так далее, и так далее. Народ переезжает, чтобы работать в таких втиких, спокойных местах и не очень далеко от больших городов. Городок, куда мы переезжаем, называется Ганновер, но Ганновер не в Германии, а в Мехамшире, там население 10 тысяч человек. Наш агент в том городке говорит, 10 лет не было такого ажиотажа, нет домов, хочу продавать, продавать нечего, все продано. Мы вовремя купили. То есть, ну все эти люди, которые переезжают, скажем, в такие места, ну у меня-то всегда была аппаратура на дому, и всегда были всевозможные электронные услуги на дому, а сейчас просто толпа людей, те, которые работают головой, а не руками, вдруг понимают, что им не надо в офисе быть. И поэтому идет колоссальный спрос на продукты высоких технологий. И вот это вот двигатель, который движет этим Настыком. И конца этому не видно, это же не то, что вот сейчас закончится, значит, вся эта эпидемия, и все вернутся на круги своя. Нет уж, жизнь будет другая. Вот так вот. А Dow Jones, это Dow Jones, это классические, старые компании. Я бы сказал, компании старого мира, да? Старые. Так что, поэтому Dow Jones отстает консервативные и медленные компании. Вот тут я, наверное, хотел бы задать вопрос от себя. Насколько, вот как вы считаете, имеет ли направо право на жизнь такой подход, что, да, то есть исторически мы, в принципе, видим то, что, вот я справа добавил Dow Jones 30, как раз недельный график, слева у нас NASDAQ. То есть, в принципе, они, да, движутся сонаправленно, и обновление там новых максимумов, как по NASDAQ, оно было и, собственно, по Dow. Сейчас Dow отстает. Имеет ли смысл, например, на текущий момент сконцентрировать также свое внимание, например, на покупке акций, может быть, долгосрочный портфель именно из, ну, такого из компаний старых технологий, да, что называется. Потому что... Это очень, очень разумный подход. Единственное, что бы я сказал, покупать надо дешево, продавать дорого. Сейчас акции не дешевые. И если я прав, говоря о том, что вот NASDAQ, который вы показываете слева, что он переоценен, то если NASDAQ, а он всегда это делает, если он вернется в свою зону ценности, то есть NASDAQ у правого... Одну секунду, я возьму свое увеличительное стекло. NASDAQ у правого края порядка 10 тысяч, да? А зона ценности порядка 9 тысяч. То есть NASDAQ вполне может упасть на примерно 10 процентов, а вы видите, исторически он всегда возвращается в зону ценности. Это как будто там резинка какая-то или пружина, которая притягивает его обратно. Когда он вернется в зону ценности и все будут плакать и бояться, вот тут-то будет время покупать. Покупать, когда рынок переоценен, не думаю, не думаю. Я сам к себе хочу заставить такой долгосрочный портфель. Я упустил для своей торговли дно марта-апреля, ждал, что будет дольше крутиться рынок и острота этого взлета. То есть у меня, конечно, есть акции, но меньше, чем надо было бы. И поэтому я сейчас жду падения либо к зоне ценности, либо немножко ниже. И вот тут она будет отовариваться. Ну а вот с точки зрения того, что долл сейчас находится достаточно близко к зоне ценности, то есть на фоне падения, например, Насдек может просесть еще и долл, и тогда... Я думаю, что просядет и долл, потому что, вы знаете, я не люблю покупать в зоне ценности, потому что в зоне ценности акция правильно оценена. Когда я покупаю что-то, я хочу купить то, что недооценено. То есть я всегда хочу купить ниже зоны ценности. А когда акция или индекс в зоне ценности, то у меня нет преимущества. Да, все правильно, цена правильная, не высокая, не низкая. Не знаю, что делать. Понял вас. Тогда можем посмотреть еще один инструмент, который мы тоже смотрим постоянно в ходе наших вебинаров, потому что очень много тоже про него спрашивают. Это евро-доллар. Да, сейчас я здесь сделаю дневной таймфрейм. Так, здесь у нас будет недельный. Здесь у нас будет дневной. Сейчас уберу стрелочки, которые здесь появились. Они нам сейчас не нужны. Похоже, что слева недельный. Слева недельный, да, справа дневной, как обычно, да. Вы знаете, если память не изменяет, в предыдущих паре вебинаров я говорил, что евро недооценен и от доллара переоценен. всякие положительные комментарии на тему евро. Сейчас евро четко переоценен, да. Евро выше, гораздо выше зоны ценности в недельном графике. И он полощется возле правого, возле правой, извините, возле верхней границы конверта. Возле верхней границы конверта. То есть, евро со стратегической точки зрения переоценен. MACD гистограмма на максимуме. И индекс силы чуть-чуть ниже тоже на максимуме, да. То есть, естественно, это ситуация, в которой все начинающие говорят. Прекрасно, евро вверх, доллар вниз, покупаем евро. Не так скоро, не так быстро. Евро переоценен. И, кстати, этот график напоминает, может быть, я рассказывал об этом раньше, был очень крупный математик в конце прошлого века, в начале этого века, Бенуа Монлиброд. И его как-то наняло египетское правительство проанализировать, создать систему оценки хлопка. Потому что хлопок это главный источник, по крайней мере, в те годы это был главный источник дохода, валютного дохода для Египта, прогнозировать цены хлопка. И вот этот великий математик, один из крупнейших математиков века, изучал-изучал цены хлопка и в конце концов пришел к выводу. Цены колеблются выше и ниже уровня ценности. Кажется просто, а на самом деле глубоко. Стоимость очень просто. Стоимость, мы смотрим на правый край графика, сколько стоит в данный момент евро? Я вижу... 1,12. 1,122,88. Вот только что 8,7, чуть-чуть ниже, да? 1,112, а теперь еще ниже, да? 1,122,85. Так вот, это цена евро. А какова ценность? Ценность евро? Ценность евро – это вот красная и синяя линии. Красная линия – быстрая скользящая средняя, синяя линия – медленно скользящая средняя. И если вы можете эти цены как-то снять с экрана и сказать, сколько это будет? Значит, у правого края. Примерно 1,1058. Окей. То есть 1,1058. То есть евро сейчас, евро переоценен где-то примерно на на полтора цента, да? Что очень много. Да, два цента. Большие деньги, потому что каждый цент на один контракт – это тысяча долларов. То есть, если вы посмотрите, и просто гляньте на этот график, вы увидите, что постоянно цена отходит и возвращается к уровню ценности. Отходит и возвращается. И уровень ценности, вот эти два скользящие средние, это прямо как вот по звоночнику человека. Ребра отходят и возвращаются. Отходят и возвращаются. Так вот, цена евро поднялась выше верхнего. И мы видим, что произошло в прошлый раз, когда была такая ситуация, вернулся и еще вернулся с размахом. И того же примерно я бы ожидал и сейчас. Такой стратегический подход к евро. Смотрим на дневной график евро у правого края. Здесь мы наблюдаем падение. Евро находится в зоне ценности. То есть, сделки нет. А я бы стал ждать маленького ралли, маленького взлета. Хорошо бы увидеть, что MACD-гистограмма поднялась бы хотя бы чуть-чуть выше нуля. И цена чуть-чуть выше. И вот тут окоротить его. Понял вас. Сразу же появился вопрос в чате по поводу индикаторов. Сразу же скажу, раз он появился, то есть все индикаторы это разработки Александра. Их можно приобрести на сайте Александра. Я могу дать подробную инструкцию. Под записью к видео я оставлю свою почту и тоже ее напишу. Ну, в принципе, она простая. Roman.isakov.sobaka.admiralmarkets.com И если, например, у вас есть реальный счет в Admiral Markets, то мы предоставляем также промокод на скидку, на покупку и помогаем как раз с установкой, чтобы у вас вот все точно так же выглядело, как у меня, да, сейчас при демонстрации на вашем метатрейдере. Вот, да, пишут, что писали. Напишите, пожалуйста, еще раз и я проконтролирую, чтобы вы все получили. Да, пишут, что не получили почему-то. Хорошо. Спасибо большое, Александр. По евро идея понятна. Ну, наверное, тогда завершим вот такой обзор. Еще, может быть, пару слов по нефти. Там, конечно, мало что, наверное, интересного происходит, но тем не менее. Гораздо интереснее было, когда нефть опустилась ниже нуля. Конечно, это было очень интересно. Советский Союз развалился, когда нефть опустилась до 5 долларов за баррель. Так, здесь CFD на WTI, то есть она, в принципе, похожа на фьючерс, немножко цены отличаются, но само направление, оно такое же. Очень, очень каверзная, очень каверзная ситуация. Значит, смотрим сначала на недельный график слева. Очень, очень сильное ралли, где-то от 10 долларов до почти 40. и последние 4 недели мы видим такую ситуацию. В Америке есть такая шутка «Заходи, заходи, вода теплая, заходи, вода теплая». Каждую, каждую неделю нефть поднимается чуть-чуть выше, чем за предыдущую неделю. Чуть-чуть выше. Заходи, заходи, вода теплая. Прогресса на самом деле никакого нет, но кажется, что он есть, потому что каждую неделю новая высота. Посмотрев на сцену закрытия, плоский, как блин. МАСД хистограмм на рекордной высоте заслуживает отдыха. То же самое с индексом силы. Ситуация очень привлекательная, но подозрительно привлекательная. Смотрим на дневной график, и пока мы не посмотрим на индикаторы, первое, что бросается в глаза, первое, что бросается в глаза на дневном графике, это то, что идет ралли, и каждый раз, когда нефть опускается в зону ценности, она оттуда благополучно выскакивает, и сейчас она опять в зоне ценности, по крайней мере, немножко раньше сегодня днем была. Покупка, покупка, покупка. Но смотрим на индикаторы, и здесь мы видим совершенно другую картину. Во-первых, отмечаем, что сегодня у нас четверг, а во вторник была рекордная высота. Сначала во вторник была рекордная высота. Где-то примерно две недели тому назад была предыдущая рекордная высота. То есть, если мы проведем горизонтальную линию по предыдущей полосе, вот так вот, то мы видим, что получилось то, что я называю фальшивым выбросом. Цена пробила уровень сопротивления и закрылась ниже. Попробовала и не получилось. Как палец к небу. Опасная фигура. Опасная фигура. В то же самое время мы видим, насколько сильным была МСД-гистограмма в мае, как она упала ниже нуля в июне и во вторник, когда нефть поднялась до новой высоты, посмотрите на уровень МСД-гистограммы. Гистограмма не смогла, не смогла подняться выше нуля три дня тому назад. То есть, сегодня, вчера, позавчера. Позавчерашний. Еще на одну правее. Вот так вот. Это был максимум. Я называю эту фигуру отсутствующее правое плечо. Нормальная дивергенция из два плеча. Вот здесь второе плечо просто отсутствует. Это очень слабый сигнал. Это сигнал очень такой заметной слабости. Посмотрите то же самое на индекс силы, как он опускается. Я думаю, что в данной ситуации я бы подходил к нефти с медвежьей позиции. Трудно сказать, начнется это на этой неделе или на следующей, но совершенно переоцененная нефть на недельном графике и медвежья дивергенция сложным выпадом на дневном. Опасная ситуация для быков. Понял вас. Я хочу записать себе, что я сказал, потому что если мы продолжим эту беседу через месяц, то надо вести записи, господа. если вы не ведете записи, то как вы улучшите свой анализ? Как вы будете знать, правы вы или не правы? У меня был профессор тысячу лет тому назад, когда я еще изучал психиатрию, и огромное светило, очень крупный мужик. Он рассказывает как-то его попросили навестить дом для малолетних преступников, побеседовать, какая-то консультация была нужна. А перед ним туда идет социальный работник, это женщина такая. Ну, мальчики, вы знаете, что такое психиатр? И один из этих малолетних говорит, знаем, это тот, кто заставляет тебя стучать на себя. Так что я хотел, чтобы вы стучали на себя, как я стучу на себя, я веду записи. То есть не просто голословно что-то говорится, естественно, думаешь, когда говоришь, а потом месяц спустя, если мы продолжим эту беседу, мы посмотрим, прав или не прав. Если прав, прекрасно. Если не прав, это урок. А урок это то, как мы становимся лучшими аналитиками трейдерами. Ну вот мы заодно пересмотрим запись вебинара накануне как раз и вспомним, о чем говорили. Об этом поговорим. Хорошо. У нас всегда очень много идей, очень мало времени, к сожалению. Я бы, наверное, задал такой вопрос. Если у вас сейчас какая-то акция, за которую вы пристально следите, например, последние несколько дней, а затем мы можем перейти как раз к тем акциям, которые прислали наши участники и их посмотреть и выбрать тогда уже победителя, кому мы сегодня подарим книгу с вашим автографом. Знаете, я в последние несколько дней очень мало что смотрю. Я, так сказать, присматриваю немножко за своими позициями. И, кстати, одна из них это нефтяная компания, которой, я думаю, нужно будет. Я просто, так сказать, рука на курке. Я готов продать. Обычно, обычно трейдинг у меня на первом месте, все остальное на втором. Но сейчас вдруг как-то очень быстро недвижимость стала двигаться. Сколько это было? Две недели тому назад мы закрыли сделку по новому долгу. Сейчас там работает команда очень хорошая. Мы туда ездим раза и два раза в неделю, потому что нужно предмять всякие решения. Потому что она перестраивает кухню, ванну, это все, торпыр. Все нужно выбрать, все нужно посмотреть. Завтра опять едем туда. Приходит мужик строить мне бар. Важная тема. А сегодня приходит агент по недвижимости делать видео теперешнего дома, чтобы вы это делали. Он уже выставляет его на продажу сегодня или завтра. Долгое лирическое вступление, но любимых акций вот именно из-за этих недвижимых вопросов у меня сегодня нет. Давайте лучше на... Буду в следующий месяц, я не сомневаюсь. Я смотрю на вопросы, которые пришли. Мария спрашивает. Александр, подскажите, пожалуйста, как бороться с вышибанием стопов? Вы знаете, если... Во-первых, во-первых, пока вы учитесь правильно ставить стопы, надо уменьшить свой объем сделок. То есть покупать там не 100 акций, скажем, а 20. Вот так вот, да? Кроме того, очень неплохой способ ставить стопы в суперактивном рынке, как сегодня. На сегодняшний рынок невероятно активный. Это ставить стопы, по-английски называется on close only. По цене закрытия. То есть ставится стоп, и этот стоп активизируется только если цена ниже этого уровня, если вы покупаете, к моменту закрытия на день. То есть в течение дня, если рынок просто там колеблется, то ваш стоп не будет выбирать. Если ваш брокер не предлагает такой услуги, не предлагает такого стопа по цене закрытия, просто поставьте себе какой-нибудь звонок на часы и посмотрите цену ваших акций или ваших фьючерсов за 5 минут до закрытия рынка. Если вы видите, что за 5 минут закрытия рынка стоп нарушен, то, значит, отдавайте приказ закрыть позицию. принимайте во внимание, насколько волатилен рынок. Я, кстати, в апреле, в марте и в апреле занимался очень много дейтрейдингом. Сейчас я смотрю, как бегает S&P и я стою в сторонке, я не сделал уже ни одного дейтрейда, я сказал, две недели. Почему? Обычно за день S&P покрывает 10, ну, может быть, 15 пунктов. Вот так вот, да? Каждый пункт это 50 долларов за контракт и у меня размер сделки от 2 до 4 контрактов. То есть отхватить, допустим, четверть дневного диапазона, это было бы, скажем, 3 пункта, 150 долларов на 1 контракт, 600 долларов на 4. Вот, собственно, игра. Сейчас рынок пробегает 10 пунктов за 5 минут. Я посмотрю на море шторм. Значит, мне нужно сделать одно из двух. Естественно, или мне нужно посмотреть, я знаю, сейчас появились новые контракты, которые меньше, чем S&P, по-моему, в 10 раз или в 5 раз не пользовался. Посмотреть на эти микроконтракты или просто постоять в сторонке, пока устаканится немножко, или найти другие рынки, где можно заниматься дейтрейдингом. То есть, когда вы торгуете и думаете, где поставить стопы, то, особенно, когда вы учитесь, то лучше начать с более спокойных рынков, с менее подвижных рынков, а не самых боевых. И еще один вопрос поступил от Антона. Два вопроса. Как вы считаете, есть смысл в разных секторах покупать дивидендные недооцененные акции за 1500? Это похоже на вопрос, который Роман задавал. Да, это имеет смысл, это имеет смысл всегда. Я не уверен, что сейчас лучшее время для этого, потому что рынок действительно переоценен немножко. Покупать надо на распродаже, особенно, если вы ищете недооцененные акции. Я уж не говорю о том, что некоторые недооцененные акции станут еще более недооцененными. Я знаю, сейчас идет колоссальная спекуляция на акциях круизных компаний. Добром это, я думаю, не кончится. То есть, со временем эти компании вернутся и выживут, но это будет очень непростая дорога. Так что размер поменьше, подожди. Лучше надо покупать, когда Уоррен Баффетт сказал, я люблю покупать, когда все боятся, и я боюсь, когда все любят покупать. А сейчас люди любят покупать. Это два вопроса, которые поступили. Роман, несколько акций меня попросили посмотреть. Я вот сейчас буквально скажу, то есть, вот как раз был вопрос, куда писать вопрос, я вот сейчас еще раз дублирую ссылку на наш YouTube-канал, там появится запись этого вебинара, и под ним вы оставляете вопрос на следующий. Я переведу Александру, и вот Александр их также зачитывает. И там же мы как раз будем разыгрывать книгу, которую я говорил с автографом Александра. То есть, в принципе, правила довольно-таки простые на текущий момент, То есть, нужно предложить два инструмента, которые, на ваш взгляд, и которые под системой Александра могут быть интересны на момент как раз следующего вебинара. Можно предложить их там накануне. Нужно посмотреть, по крайней мере, чтобы этот инструмент торговался в Адмирал Маркес, чтобы мы его смогли рассмотреть. И тот инструмент, который больше всего понравится Александру, вот мы как раз будем сейчас его выбирать, мы дарим вот книгу с автографом Александра, и сейчас как раз посмотрим те акции, которые нам прислали к предыдущему вебинару. Если я могу добавить, то люди, которые просят посмотреть, люди, которые просят посмотреть на акции, мой совет, не пишите сегодня, подождите действительно за 1-2-3 дня до вебинара, и тогда пишите. Понимаете, что, то есть, сегодня вас что-то интересует, через месяц это уже вас будет интересовать гораздо меньше. Так что лучше подождать. Совет. Я, в принципе, их добавил в том же порядке, который он отправлял, то есть, вот первая акция, мы можем сразу же, то есть, я буду быстро их добавлять, вот первая акция была предложена, затем я посмотрю, кто ее предложил, акция Мастеркард. Да, вы знаете, Мастеркард, возьмите вторую акцию, Александр предложил ее, Александр Т, ДДС. ДДС. Очень интересная акция, кстати, похожа на, многие акции выглядят похожи на нее на сегодняшний день, и это, я думаю, нам даст полезную идею. Многие акции похожи на нее. Сейчас немножко погружаются. Готово. Окей. ДДС. Это, во-первых, во-первых, Роман, вы можете показать экран не графиков, а выйти на обычный интернет и набрать, а? Финвиз. Финвиз, да. Прекрасно, спасибо. Да, конечно. Готово. Окей. И впечатайте себя ДДС. И вот это, это сайт, который я всем трейдерам очень рекомендую. Кстати, цена, цена очень хорошая, бесплатно. Каждый раз, когда я подхожу к новой акции, я смотрю на нее и, во-первых, как, например, в данном случае, я думал, я не помню точно, какого типа акции это, дилер. Это сеть универмагов большая. Раз. второе, что я смотрю, это вот прямо чуть-чуть ниже в третьем столбике написано earnings. Это когда компания объявляет о своих доходах. 14 мая AMC значит aftermarket close, после закрытия рынка. Почему? Я никогда не хочу покупать акцию за неделю до того, как она объявляет свои доходы. Могут быть очень неприятные сюрпризы. и третья цифра, которую я смотрю через колонку, это short float. Short float. Сколько людей закоротили эту акцию? выглядит страшно. Как говорят в Америке, hold on to a chair. Держись за стул. Держись за стул, чтобы не упасть. 50% нормально люди коротят один, два, три, четыре. Меньше, чем пальцев на руке. Это нормально. Когда выше десяти, это значит короткая позиция очень высокая. Что это значит? Это значит, что люди пессимистично настроены к этой акции и продают и продают ее на понижение. Может быть, они умные, может быть, она на самом деле хочет пойти вниз. Но что произойдет? Вопрос. Если эта акция начнет чуть-чуть подниматься, чуть-чуть подниматься, все эти медведи, которые держат короткие позиции, начнут их закрывать. И цена поднимется еще чуть-чуть быстрее. Еще больше медведи испугаются и пойдут закрывать. Получается цепная реакция. Я всегда говорю, что большая короткая позиция, как вот, например, в этой акции, огромная короткая позиция, это как держать ведра с бензином у себя в гараже. Может быть, ничего не будет. Может быть, ничего не будет. Но если кто-то бросит спичку, то goodbye этому гаражу. Так вот, здесь прямо корыто с бензином стоит. Вот так просто посмотреть. Значит, доклады доходов нам не угрожают. Последний был в мае, значит, следующий будет через три месяца, июнь-юля-август, трехмесячное дело. И невероятно высокий короткий интерес. Смотрим обратно на график, который Роман раньше показывали. Значит, народ относится ко всем этим универмагам в высшей степени негативно. и понятно почему. Никто не ходит в про... Никто не ходит. Очень мало кто ходит в универмаги. Во-первых, они были официально закрыты несколько месяцев. и народ привык уже покупать в режиме онлайн, покупать через Амазон, покупать и покупать. Но приближается конец этой пандемии. Это может произойти в этом году, может быть, я надеюсь, произойдет в этом году, потому что у меня сделана предоплата за лыжи в Австрии на март. Так что я надеюсь, что закончится в этом году. Раньше или позже это закончится. И когда это закончится, то люди пойдут в универмаги. Опять. Эти акции диллар, которые стоили еще меньше года тому назад 80 долларов, сейчас продаются по 24. Цены колеблются возле дна. А самое занятное, самое занятное, смотрим на техническую систему. В феврале-марте на недельном графике, на недельном графике, посмотрите, вот это было дно, да, три удара таких, три удара, раз, два, три вниз, да, и посмотрите уровень Мэйси-дегистограммы, вот это была сила медведей, вдарили, вдарили. Сейчас был всплеск, акции поднялись где-то от 20 долларов до 35, и сейчас акции опускают СА-5. Получается структура вполне возможного бычьего рынка. Оговорился, бычьей дивергенции. Бычьей дивергенции это донышко А, взлет Б и второе донышко СА-5. Да? То есть, я бы даже хотел увидеть, чтобы эта компания коснулась цены чуть-чуть ниже, чем было в феврале. Мэйси-дегистограмма, чтобы затормозилась на более плоском уровне, вот это будет сигнал из 49% короткого интереса. Многие акции, из тех, которые пришли вот по этому вопросу, выглядят вот именно так. И теперь вопрос, а каков шанс того, что я запомню, что эту акцию нужно отслеживать таким макаром, и ее нужно покупать, когда произойдет бычья дивергенция. Это не произойдет в июне, и я даже не думаю, это произойдет в июле, это произойдет к концу лета или осени. Какова вероятность того, что я это запомню? Я бы сказал примерно ноль, если не негатив. Но поделюсь простым и колоссально эффективным методом. У меня тысячи лет назад была подруга, приехала в Америку из Германии, у нее было 68 долларов все ее состояние. В том момент, когда мы познакомились, у нее был пентхаус, я говорил, велосипед нужен, чтобы с конца в конец проехать. Единственное неудобство, большой. Феррари и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, она, когда торговала на бирже, увидев, я знаю, что бы она сделала с этой акцией, она бы распечатала этот график, для того, что я собираюсь сделать по окончании нашего класса, кстати, дайте сфотографирую его, распечатала бы этот график, вырезала бы его и приколола бы его к стенке в своем торговом кабинете, и пометила бы красным карандашом, что, какой сигнал она ожидает, то есть она нарисовала бы эту дивергенцию. Каждый раз, подходя к своему писанному столу, она видела свои планы на будущее на стене, да, простой метод, не электроника, ничего, но вот так вот, планы на стене. Для меня вот этот график, ему предстоит, там повиснуть. А Роман, пока мы разговаривали, начертил красную линию на дневном графике, которая показывает этот вот уровень поддержки, и эта компания ДДС опускается к этому уровню поддержки сейчас, да, спешки нет. Это не сделка на сегодня, это не сделка на завтра. Я хочу увидеть бычью дивергенцию на недельном графике, а дневной как бы уже даст мне, увидев дивергенцию, я буду пользоваться дневным для покупки. Очень интересная акция. И теперь, если вы глянете, многие из других акций пришел, некто Сид пишет, посмотрите Хог, это компания Харли Дэвидсон. Роман, мы немножко проскакиваем по времени, вы не возражаете еще несколько минут? Я нет, если для вас все в порядке, то... Агент должен прийти в полвторого, так что сейчас час дня. Я уже запарковал кабриолет перед дома, потому что кабриолет в придачу. Хорошая распродажа. Так, открыл. Кабриолет старый. Окей, посмотри, давайте на Финвиз, опять-таки, на секундочку, рассмотрим, какой короткий интерес в этой акции Хоггер. 13 процентов, на соты я не обращаю внимания, 13 процентов, грубо говоря, и earnings, значит, сообщение о доходах было 28 апреля, мая, июнь, июль, значит, до июля ничего не будет. 12 процентов тоже ведерко бензина стоит. Возвращаемся к акции. И мы видим на недельном графике в марте глубокое дно гистограммы, донышко А, взлет, это пик Б, ломаем спину медведя, так называем, и сейчас начинается опускание опять. То же самое. Ждем, 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 пока цена опустится где-то в район, кстати, акция взлетела не худо-бедно от 14 до 28 долларов. Мистика. Ждем, пока цена опустится опять где-то в район 14, и будем ждать бычьей дивергенции. Менее яркая картина, чем ДДС, но видите, по большому счету похожее. покупать надо медленно, продавать быстро. Вот это, так сказать, собирается медленная покупка. Еще тот же Сид хочет еще одну акцию NVID, но ее неправильный тикер дал NVDA на самом деле. Давайте возьмем Андрей прислал, Coca-Cola, KO. Вот я тоже, кстати, к ней присматриваюсь, к покупке в портфель, вот тоже мне было интересно ваше мнение. Это такая консервативная очень акция, очень малая волатильность у нее, но, с другой стороны, люди пьют Coca-Cola, это очень мало зависит от состояния экономики. Кстати, в этом году, этим летом, очень страдают компании пивных заводов, прохладительных напитков, потому что очень большое потребление происходит во время всяких мероприятий на свежем воздухе, футбол, бейсбол, различные концерты, все это отменено сейчас, и поэтому потребление пива и прохладительных напитков очень упало в стране. Опять-таки, дело подходит, я думаю, с этой пандемией к концу, и мы видим на левом графике похожая картина, очень глубокое дно А в МС-регистограмме, взлет, ломаем с спину медведя, и сейчас она начинает опускаться опять. Я бы просто ждал опять-таки вырезать и нарисовать карандашом красным, как мы ожидаем, чтобы МС-регистограмма развернулась от более плоского уровня, не так, от никакого глубокого уровня. Кстати, давайте глядем на секунду на Финвиз, посмотрим, как Финвиз себя ведет. в смысле, как Кока-Колы, какой там короткий интерес? Короткий интерес, 0,62%, вот это нормально, да, это нормально. Я бы лучше купил компанию, которая 49% короткий интерес. здесь нет бензина в гараже. Она может пойти вверх, бензин это не является необходимым требованием, но когда он есть, то лучше. Давайте посмотрим, одно это будет последнее, General Electric, GE. Сейчас погружается, так, недельно здесь. Компания это как иллюстрация того, что дурное, можно сказать, идиотское руководство может угробить, не то, что нанести крупный вред компании, это одна из старейших компаний, на биржу, больше ста лет уже. И еще где-то лет 10 тому назад из каждого доллара, который крутился в американской экономике, один цент проходил через GE. Но ушел старый босс, очень умный, в отставку, на пенсию и на его место взяли, значит, молодого гения, который эту компанию очень успешно стал разваливать, Джеффри Иммельт его звали в заводе. GE еще пострадал из-за того, что у них очень крупный авиационный бизнес, они делают авиамоторы для лайнеров. и по мере того, как люди перестали путешествовать, Boeing перестал производить самолеты, полностью закрыл продукцию в одно время, сейчас начинает ее открывать опять, то, естественно, GE пострадала. Давайте глянем на Finviz, опять, какой короткий интерес здесь. GE 1%, это довольно типично для такой крупной устаканившейся компании. Возвращаемся к вашему графику. Аркадий пишет, это актуально на 30 мая на сайте Finviz все нормально, на месячном графике цена скребется по историческим низам, формируется тройная бычья дивергенция сложным прорывом, как и любит Elder. Не классический, не классический сигнал. Очень приятно, вот эта, кстати, компания вполне хорошо выглядит на долгий срок. Вся, как говорится, вся вода из нее выжата, плохие новости все вышли, и я думаю, что эта акция где-то от своих 6 долларов вполне может в ближайшие пару лет удвоиться, если не лучше. Но не настолько яркая, но не настолько яркая компания, как GDS. Я бы сказал, все-таки, что из акций, которые мы рассматривали сегодня, акция GDS, пожалуй, самая привлекательная. Отлично. Опасная, потому что она дешевая. Гораздо приятнее покупать акции, которые другие люди купили, но успешный трейдер должен стоять в стороне одиночка. Отлично. Тогда у нас есть победитель. Акцию GDS предложил Александр. Если Александр не присутствует у нас в чате, то я напишу на YouTube канале, мы обязательно свяжемся, и я книгу с автографом Александра отправлю для следующих участников, то есть когда появится это видео на канале, это будет завтра. Предлагайте ваши идеи, мы точно так же их рассмотрим. Я отправлю их за несколько часов, за 5-6 часов до начала вебинара. Александр их посмотрит, выберет несколько основных, мы рассмотрим тоже часть и подарим книгу с автографом. Правила простые, два инструмента, они должны торговаться в Admirals Markets, лучше, конечно, брать, например, американский фондовый рынок, то есть так надежней, предлагайте ваши варианты и, собственно, мы их также рассмотрим и уже будем их выберем победителя. Поэтому подписывайтесь на наш канал, сейчас ссылочку я добавлю для тех, кто пришел к нам уже чуть позже, чтобы вы смогли это сделать и запись вы найдете уже завтра на канале. Спасибо большое, Александр, как всегда, масса информации, вебинар пересматривать и пересматривать, что называется, и самое главное пересмотреть как раз перед следующим вебинаром, который у нас будет в конце июля, чтобы как раз вспомнить то, о чем мы говорили и, возможно, каким-то инструментом тоже вернуться и их еще раз посмотреть. Те, кто не учатся истории, обречены ее повторять. Хорошее завершение нашего вебинара. Со своей стороны желаю вам, чтобы все с риелтором прошло успешно и кабриолет нашел своего покупателя как можно быстрее. Кабриолет бесплатно дается. Да, да, да. Только надо заплатить полную цену за дом без торговли. Хорошо, тогда всем спасибо большое за участие, спасибо за вашу активность, за ваши вопросы, то есть ваши вопросы также оставляйте под записью сегодняшнего вебинара, их я тоже отправляю накануне Александру, то есть тоже за несколько часов мы выбираем, ну, практически стараемся ответить на все вопросы, поэтому пишите их на YouTube-канале. А по всем вопросам относительно индикаторов, я вижу, что в чате уже написали почту, сейчас ее тоже продублирую, roman.isakov.com присылайте и уже также вас сориентирую. Спасибо большое, Александр, тогда будем на сегодня прощаться и увидимся уже в июле. Спасибо большое, Роман, очень приятно с вами работать, чем дальше, тем оперативнее и лучше. С самого начала было хорошо, а сейчас еще лучше. Так что всего хорошего, будьте здоровы, всего хорошего. Спасибо, всего доброго, Александр. Спасибо. 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 .